Всем бобров, продолжаем играть в Мерсенариус 2, Наемники 2, четкого плана у нас нету после предыдущей прохождения главы, поэтому идем куда глаза глядят. Напоминаю, штаб UP сейчас закрытый, каких-то основных миссий больше нет, надо делать какие-то побочные, чтоб оно открылось. Всем приятного просмотра, подписывайтесь, а также ставьте лайки. Вам не сложно, а мне очень будет приятно. Застава в юго-западном секторе Сельвы, вроде и закрытая, но надо туда может рвануть посмотреть. Гараж Эвы, тут вроде открыто, надо посетить, раз оно есть на карте, значит что-то там да есть. Ставим маячок и отправляемся в путь. Хватаем первую попавшуюся машину. Хотел сказать, как всегда, а потом подумал, вот зачем первую попавшуюся, я никуда не спешу, можно выбрать чуть-чуть получше. Не факт, что это получше, но мне так кажется. Вот так вот. Кто смотрит первый раз, рулить я не умею, поэтому ничему не удивляйтесь. Ну и как всегда, пока мы едем, начнем. Как ваша погода? У нас погода, как всегда, дождь. Холодно и снова. Собаки гавкали, но сейчас перестали. Это очень хорошо. Я могу спокойно записать для вас ролик. Пишите в комментариях что-нибудь, ваши вопросы, я буду отвечать. Славно назвал этот мост в честь своего нового друга, генерала Кармоны. Ну и как всегда, когда еду по этому мосту, подписывайтесь на мой второй канал. Там блоги, блоги-пародии, много чего интересного. Вам же не сложно, а мне тоже будет приятно. Лайки и подписка еще приятнее, но если туда, подпишитесь. Тоже, почему бы и нет. Расскажите, какую следующую игру поиграть. Такую вот, не сильно новую, не сильно старую. Ну, короче, просто интересную. Потому что туда-сюда мы уже скоро пройдем эту. И надо задумываться о чем-нибудь новеньком и интересненьком. Эта дорога идет вокруг озера. К западу отсюда Маракайба, к востоку Каракас. Добро пожаловать в сельву. Здесь на востоке Венесуэлы, благ цивилизации, днем с огнем не сыщешь. И тут она договорила, я нашла одного из партизан ЮПИ. И мы идем к нему. Побочные миссии, чек. Я обещал в прошлый раз не отстреливать их, а стыбрить. Поэтому подкрадывайся. Ну, типа, подкрадывайся. Посмотрим, получится или нет. Отпусти меня. А, так его еще и нести надо, нифига себе. Я думал, просто арестовал и хоррэ. По-моему, так нагло еще никто не воровал людей. В него стреляют, он не убил ни одного человека, не сделал ни одного выстрела. Подошел, врезал два раза по морде, арестовал, схватил на плечи и понес, куда глаза глядят. Вы такое когда-нибудь видели, а? Крутотенчик называется. Используем меню поддержки для запроса эвакуации. Ага, надо где-то его отнести, чтобы в меня не стреляли. И будем пробовать вызывать вертолет. Думаю, здесь за камнем неплохо. Пробуем вызывать. Хорошо, хорошо, я уже в пути. Дожидаемся вертолета. Ладно, приятель, куда направляемся? А, так его еще надо и положить в вертолет. Сам он вообще ничего не делает. Погрузить объект. Хм, интересно. Еще немного и можно в отпуск. Ну все, задание выполнено. Теперь можно и пострелять. Поконсать, разрушить. Мы это любим. Что-нибудь бомбануть. Обязательно надо подорвать бочки. Я люблю это. Я думаю, об этом вы и так знаете, если не первый раз меня смотрите. Короче, трататульки. Опа, ништячки. Это нам всегда пригодится. Бобосики засчитаны. Пора бомбануть. Ё-моё, черкашом пошло. Ух, красиво пошло. Пиф-паф. Тоже неплохо со второго только боболха. Хе-хе-хе. И еще горит красиво. А вот заправка как-то разочаровала. Еду, бомбанет, аж дальше отошла. Нифига и подобного. Ух, даже бочки, глядьте, как красиво разлетелись. И еще что-то побочно бабахнуло. И машина как ни в чем не была, а выкатилась. Короче, больше тут ловить походу нечего. Садимся как раз в эту машину. И погнали дальше. По мне было очень весело. А вот еще один значок. Че, повторим? Непонятно только, где он там запрятался. Где-то в горах. Мы мастерски сокращаем путь. Вот там он, наверху. Только как туда добраться, еще непонятно. Вот какая-то дорога. Короче, туда будет добраться очень далеко. Ну, начинаем. Снизу, снизу. Трататулик. Да, мэм, здесь и сейчас атакуют наши войска. Прилетела подмога. Жаль, нельзя гранатомет развернуть. Ну, ничего. Сейчас соберем ништячки и пойдем в бой. Да, живем в джунгле. Денюшка. Вот ракеты. Это нам нужно. Мой любимый мотоцикл. Погнали. Джунь, джунь, джунь. Эх. Водительских прав нету. Сеньора Акоста, Эль Меценарио. Ну, короче, он всегда говорит одно и то же, поэтому не суть. Здание обозначено как противник. Но в нем ничего вроде такого нету. Непонятно. Хватаем новый мотоцикл. Уф. Заехал так заехал. Засмотрелся просто. Давай дурмопед не подведи. Мочилово продолжается. Снова вызывает подкрепление. Подбираем ништяки. Сигнализация какая-то работает. Трататулик. Эх, снайперки нема. Сейчас бы пригодилось. О, мои любимые ракетчики. Опасненько. Блин, это походу один из домов. Там, где бесконечный вот это, респаун ракетчиков. Не люблю такие дома. Мои любимые, если вы смотрите меня часто, тогда знаете, о чем речь. Берегись, они вызвали подмогу. Попробую с ракетницей бабахнуть это здание. Ну или по бочкам, может поможет. Нет, здание так и стоит. Эх, закончились ракеты. А красиво было бы, если бы я вертолет сейчас бабахнул. Не вовремя припасы закончились. Эс, колкнул. Долбаный пулеметчик. И снова подмога. Чем дольше я тут нахожусь, тем дольше будет подмога приходить. Вот, даже на горшоне дурные. Только так, походу, и никак больше. Аптечечка. Опа, еще и машина подъехала. А и патроны не поднял, е-мое. Ну и как всегда, Си-4 это самый лучший вариант. Е-мое, за себя забыл. Надо было уж отойти. Ну и че, красиво отлетел. Нормально, 3% жизни осталось. Пойдет. Я так и планировал, это засада. Интересно, если спрыгну я, не крякнусь. Че, даже попал задалека. А я все время, снайперка, снайперка нужна. И так норм. Эх, засел гаденыш, а. Не успел, все-таки успел вызвать. Ну а нам-то че? Сейчас замочим. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а опять вызывает вот так будет с каждым так ништячки пособирали можно идти дальше чё класс получилось прятается в пальмах а какой хитр хитрый ё-моё опять три процента остался так и загупает придется по новой проходить как бы еще не завалить того за кем я пришел ну так знаете случайно взял и кокнул нифига себе так это он с ракеты стреляет ну кишки хватай мы понесли надеюсь не прикокнут меня пока я буду вытягать и а вот и ракета пролетела вот тут думаю норм будет поддержка недоступна зона высадки недоступна эх печально придется перетянуть в другое место ну ладно тут то думаю наверное норм так ракетница пригодится как там груз если все готово я вылетаю конечно готова давай чеши быстрее лучше бы ты приятель подготовил груз мне за такое не доплачивают одни лентяи работают а цель проверена один должник готов и скоро нефтяная компания проведет еще один платеж но меня не кокнули и уже хорошо пойдем дальше все развалим там уже никого воровать разрушение чек снова здание с ракетчиками веселье продолжается и уже гад что-то вызывает там а фишка том что из-за значка я не вижу куда там стрелять ё-моё и снова едет подкрепление c4 закончилась ну как всегда спасибо мой любимый рпг красотенько карточный домик сложился пиф-паф е-е-е красота я уже думал 2 не взорвется ну чё все походу тихо посмотрю пособирают что-то тут если если есть чё да и собирать то так-то нечего тогда садимся на мой любимый мотик и погнали ва ха 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 ну короче как и обещал сказал в этот раз я их прихвачу с собой вот двоих прихватил вы видели как я это сделал сокращаю дорогу ну и короче едем просто посмотреть что там за такие фигню лики ну короче по карте вы помните чё мне нравится на мотике гляньте как жунь жунь это конечно не мост но сегодня я по моему еще не говорил подписывайтесь на мой второй канал там боги-воги пародии много чего интересного смотрите меня подписывайтесь сюда ставьте лайки вам же не сложно а мне приятно подписывайтесь на мой канал Шмяк? Че это я куда-то заехал, у меня тут со всех сторон стреляют По карте еще чуть-чуть, еще немножко Короче ты при БТР Ну вот теперь мне ничего не страшно Поехали? Да поехали Ну если только кроме ракет Да, крутые повороты Медленность слишком, БТР этот Ну ладно, вот я и приперся, короче доехал сюда И что тут же, тоже крестик стоит На задании, все-таки Непонятно что тут делать Ну так посмотрел Просто так поездил Для входа необходимо наличие нейтрального статуса А я его уже наверное не получу или получу Я вроде никому войну не объявлял Ладно, рвем когти Что еще делать? Ага, хотел проскочить между домами и застрял Ага, хотел проскочить между домами и застрял Тогда едем в гараж Эвы И вот сколько меня выстрелили, а мне все нипочем Вот так вот Не знаю, может в дальнейшем мне как-то по миссии откроется здесь Или я не знаю, что тут надо делать Непонятно ничего Короче едем пока там где можно, а там дальше будет видно Ну и пока еду Как у вас дела? Как у вас погода? У нас наконец-то закончился дождь Еще конечно холодно, но уже идет на потепление Собаки бегали гавкали, но сейчас успокоились Поэтому у меня есть немного времени Пообщаться с вами Поозвучивать Поиграть Как всегда сокращаю дорогу А вот и мой мотик стоит Блин, так медленно едет, что хочется аж его подтолкнуть Чтобы приступить Помогут Уточня здесь Собачу Прикор Учник Эй Женщес А премьер Это Гуанары, или, по крайней мере, то, что от него осталось. Сразу после того, как Солана взял власть в Венуссиэле. Войска заняли город, выгнали отсюда кучу гражданских и превратили его в один большой укрепрайон. Как всегда, все столбы нам мешают, пешеходы мешают, деревья на нас нападают, ну и все остальное. Ну давай же, Тарантайка, чухай быстрее, чих-чих-чих. Вот мы, короче, доехали и до гаража, что будет дальше, смотрите, потому что вы же подписались, вы ее увидите. Правильно говорит, эх, с тем, бобров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова